Каждый из нас строит дом. Это выбор строить дом. Какой строишь дом? Маленький дом, либо большой. Это твой и мой выбор. Это твой и мой выбор. И речь идет о людях. Сосуды это люди. Одни в высоком, другие в низком употреблении. Это тоже выбор. Знаете, я рассматриваю большой дом, это не просто церковь. Вот это маленький дом. Вот наша церковь это маленький дом, но есть больший дом. Есть в конце концов Скини. Есть новое поколение. Есть наш город. Это большой дом. Есть наша страна. Есть мир. Какой ты сосуд? В каком положении сегодня ты находишься перед Богом? Я сегодня честно задал себе вопрос. Являюсь ли я сосудом в честь? Какой уровень, какого дома я сегодня занимаю? Кто знает меня сегодня? Кто ценит меня? Кто приглашает меня? Я сегодня размышлял о здоровой конкуренции. О здоровой конкуренции. Знаете, мир сегодня конкурирует. Мир сегодня конкурирует. Если ты не будешь конкурировать, то ты никогда ничего не добьешься. Есть разный мир. Есть мир спорта, в котором есть конкуренция. Есть мир искусства, в котором есть конкуренция. Есть политика. Есть даже криминальный мир, там тоже есть конкуренция. Мир. Куча миров. Куча сфер. И знаете, религия, она говорит, в христианстве нет конкуренции. Это ложь. В христианстве есть конкуренция. В христианстве не должно быть соперничество, но здоровая конкуренция должна быть в христианстве. Потому что каждый человек хочет быть на высоте. Это сам Бог вложил. И мы должны правильно себя оценить. Но здесь, он говорит, есть сосуды в чести, здесь уже конкуренция какая-то. Здесь уже какая-то... Есть востребованные люди, есть востребованные христиане, а есть невостребованные христиане. И мы говорим, ну Бог так сделал, Бог так распределил. Нет. Он говорит, если ты хочешь быть сосудом в чести, соответственно, к тебе будут какие-то требования определенные. В каком доме ты каким сосудом хочешь быть? Попробуй. Если я рассчитываю на то, чтобы мое имя, как христианина, было известно нам в мировом уровне, то соответственно, соответствующая будет цена. Если я хочу, чтобы мое имя было известно и востребовано как сосудов чести на уровне города, чтобы меня узнавали, чтобы меня признавали, что соответствующая будет цена. На уровне страны, то соответствующая будет цена. Не просто так я сижу в церкви и вдруг я прихожу в какую-то другую церковь и тебя по имени знают и говорят, ты садишься на последний ряд, а тебя говорят, садись на первый ряд. Потому что мы знаем тебя. Чтобы тебя узнавали в любой сфере, тебе придется заплатить цену. Вот мы с Григорием едем куда-нибудь на рыбалку, его везде знают, везде узнают. О, Григорий, это лучший рыбак в нашей стране. Ему хорошо, а мне все лучше. Он говорит, оп, ну никто не знает, я вот смотрю фильм новый, он такой щукает. Все говорят, Григорий, когда будет фильм, когда фильм будет, когда фильм. А он держит напряжение. Все фильмы, вот сколько комментариев. Они не знают, какую цену он заплатил за эту щупу. Он куда-то ехал, в дождь там лазил где-то по этой грязи и тому подобное. И там тоже есть конкуренция, даже среди вот этих блогеров там тоже есть конкуренция. Любой бизнес с конкуренцией. Мы думаем, в христиане нет конкуренции, это ложь. И апостол Павел об этом очень много говорит, в Писании говорит об этом. Он говорит, я забываю заднее, простираюсь вперед. Он говорит, все бегут на ресталище, чтобы получить, но один получает награду. О чем речь? О конкуренции. Просто мы настолько привыкли быть где-то сзади, что нам даже стыдно мечтать о том, что ты можешь быть впереди. Нас этому научили. Но это религиозный дух. Мы призваны быть главой, а не хвостом. Мы призваны, Бог вложил в нас это. Но вопрос, буду ли я платить ту цену. Знаешь, мне нравится, когда Бог дал откровение вот это вот о молитвенной школе. Когда тебя... Мы приехали в Сочи, пришли на служение, на конференцию, все время на последний ряд. Пришли Ашер, говорит, вас зовут туда. Вперед. Мы там вообще никого не знаем. После служения подходит Ашер и говорит, слушай, мы были у вас на молитвенной школе. Мы были у вас на молитвенной школе. Мы хотим с женой приехать. Они уже позвонили. Я думал, может он. Уже позвонили, уже записались на молитвенную школу. То есть, понимаешь, я к тому, что... Когда ты платишь цену, когда ты трудишься в соответствии с волей Божьей, с призванием, твое имя, оно будет набирать обороты. Приятно, когда... Когда люди едут с разных городов, они знают уже. Сначала это там на уровне церкви было, на уровне даже одной церкви. Потом на уровне города, на уровне... То есть, понимаешь, наш уровень должен возрастать. Твой дом, он должен становиться больше. Чем бы ты ни занимался. Занимаешься ты реабилитацией, ты должен не просто говорить, ну вот я построил, вот 10 человек, мне хватит. Ты должен мечтать и сказать, моя реабилитация будет самой лучшей. И поедут на нее отосюду. И я буду... И дальше, я буду платить цену, чтобы так было. Мои фильмы, они будут самые лучшие. Мой дом будет самый большой. Мое служение, оно будет большим. Я буду платить цену. Я буду платить цену. Это амбиции самого Бога. Это амбиции самого Бога. Есть соперничество. А знаешь, соперничество, оно связано с какой-то нечистотой. А есть здоровая конкуренция. Так же и в спорте. Кто-то допинги употребляет. Сегодня спорт превратили в бизнес. Раньше, может быть, такого не было. И сегодня в христианстве то же самое. Он говорит, но вы будьте... Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в честь и освященным, благопотребным, владыке, годным на всякое доброе дело. И дальше он советует, юношеских похотей убегай. Если ты хочешь быть сосудом в честь, ты должен разобраться с младенчеством и похотями. Понимаешь, если пока ты еще живешь в своих похотях, в своих грехах, в своих беззакониях, ты никогда не будешь сосудом в честь. Поверь. Никогда. Пока похоти владеют, контролируй твою жизнь, ты никогда. И дальше, что он там говорит? Держись правду. Даже, смотрите, я увидел Псалом 44, евреям, 1 глава 9 стих. Смотрите, что речь идет об Иисусе. Ты возлюбил правду, возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих. То есть даже с Иисусом кто-то соревновался, понимаешь? Даже у него были какие-то соучастники, которые соревновались с ним. Но потому что он возлюбил правду и возненавидел беззаконие, Бог помазал его более соучастников своим. То есть он платил какую-то цену за помазание. Помазание, оно просто так не приходит. Сила Божья, она просто так не приходит. За нее нужно платить цену. И ты не один на христианском рынке. Вы поймите меня, пожалуйста, правильно. Но когда ты едешь, и тебе говорят, приезжай в наш город. Приезжай в наш город. Мы пока ехали, нас в три города еще пригласили. Сюда приехали, вчера пастор звонит. Проведите у нас молитвенную школу, приедьте с командой. Я весь регион соберу. Это маленький еще дом. Я претендую на большие вещи. Я понимаю, какая цена должна платиться. Я настраиваюсь сегодня на цену. Я хочу идти дальше. Я не хочу остановиться. Апостол Класс говорит, я забываю заднее. Простираюсь вперед. К высшей почести звания во Христе Иисусе. То есть есть звание. Есть высшее, есть чуть пониже, чуть пониже, чуть пониже. И знаешь, если ты как бизнесмен, если ты не будешь себя вкладывать в свой бизнес, если ты не будешь развиваться, завтра тебя все обгонят. Если ты как спортсмен не будешь себя вкладывать в ту сферу, в которой ты трудишься, завтра твои конкуренты тебя обгонят. Если ты как христианин, как помазанник, как пастор, как служитель, если ты сегодня остановишься в своем развитии, завтра все убегут от тебя. Позиция, она понимает, что чемпион, ты можешь быть сегодня чемпионом, а завтра ты можешь быть не чемпионом. Ты можешь сегодня всех боксовать, а завтра ты можешь быть лежать на полу. И не факт, что ты поднимешься, не все встали, не все подняли. Да, кто-то поднял. Вы понимаете? В христианском мире то же самое. В христианском мире то же самое. Это взрослая, это зрелая пища сегодня. Но я знаю, что это миссионерская церковь. Я знаю, что здесь потенциальные лидеры, пастыры и служители. Здесь не просто люди, которые призваны работать на работе и приносить деньги в церковь. Это хорошие люди, это благословенные люди. Но есть что-то большее. Когда мы были на юге, я поделюсь с вами ключевым откровением. Я молюсь об этом, и я хочу быть соответствовать этому слову. Бог меня разбудил ночью, но он стал со мной разговаривать настолько четко, настолько явно. Любой центр, любая домашняя группа, любое прославление есть. Это связано с ценой. Знаете, я хочу, как пастор, я хочу, чтобы здесь было самое крутое. Но я понимаю, что не все зависит от меня. Зависит многое от тех, кто там хочет быть. Какую цену они будут платить. Какую цену они будут платить. Такое помазание, такую атмосферу они будут и приносить. Если они будут освящаться. Если они будут уделять этому времени. Если они будут пребывать в этом. Если они найдут учителей, которые выше их. Если они будут ездить на какие-то духовно-образовательные процессы. Да, и быть вот в этом быть. В этом быть. В этом пребывать. То они будут иметь большой результат. Если они не будут это делать. Само собой это не произойдет. Если мы хотим быть евангелистами. То нам придется практиковать. Очень много практик. Любого евангелиста, которого сегодня знают. На мировом уровне. Поговори с ним. С чего ты начинал? Да просто ходил и проповедовал. Ходил и проповедовал. Дождь я хожу проповедую. Снег я хожу проповедую. Молюсь за больных. Получалось сразу. Ни у кого сразу ничего не получало. Сразу Бог исцелял. Ни у кого. Ни один не сказал, что сразу Бог начал его использовать. Сказал. Апостол Павел через 14 лет вошел в полноту службы. Когда Иисус его ослепил. Все время он готовил. 1 царь, 12 глава, с 19 стиха. Кузнецов не было по всей земле израильцев. Ибо филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья. И должны были ходить все израильтяне к филистимлянам. Оттачивать свои сошники, свои заступы, свои топоры, свои кирки. Когда сделается щербина на острие у сошников и у заступов, и у вилл, и у топоров. Или нужно было рожен поправить. Поэтому во время войны не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего Саулом и Анафаном. А только нашлись они у Саула и Анафана, сына его. Мы должны понимать времена и сроки, в которых мы живем. И знаете, отображение земли это всегда отображение неба. Потому что духовный мир первичен. Если, он говорит, все начинается с Дома Божьего. Все начинается с Дома Божьего. Если смотреть сегодня на то, что происходит на земле, мы должны понимать то, что происходит на небе. Если сегодня на земле, да, непонятные вещи происходят. По всему лицу земли трясет всю землю. О чем говорит Библия. Что в последнее время будут войны, глады, землетрясения, болезни, катаклизмы. И сегодня мы это видим. Мало-помалу это набирает обороты. Соответственно, в духовном мире тоже идет война. Духовная война. И мы, армия Иисуса Христа, церковь, она должна быть грозной, как полки со знаменами. Воинственная церковь, имеющая власть в духовном мире. Чтобы иметь власть в духовном мире, это цена, чтобы бесов изгонять. Это цена, это посвящение, это святость, это чистота. Чтобы иметь власть над болезнью, чтобы повелевать дьяволу, и чтобы он повиновался тебе. Это определенно власть какая-то. Помнишь, какие-то сыны первосвященника пришли, хотели бесов изгнать, а получилось наоборот. Говорит, Иисуса мы знаем, и Павел нам известен, а вы кто такие? Потому что они в духе, они были слабые. Я не хочу оказаться в такой ситуации. Поэтому мне приходится бодрствовать сегодня. Молиться, бодрствовать, жертвовать, освящаться, платить цену. И хочется, чтобы мое окружение тоже научилось это. И я у кого-то учусь, смотрю сегодня на мужей Божьих. О, это призвание, апостол, это призвание. Вот этот епископ крутой, этот крутой. Смотри, у него какая церковь, какая у них атмосфера в церкви. Да я не пришел их оценивать. Я сегодня смотрю, на какую цену они заплатили, чтобы это иметь. И сегодня исследую, готов ли я пойти тем же узким путем. Потому что любой успех, он связан с узким путем. Вообще, хоть в физическом, хоть в духовном мире. Или ты просто согласился просто быть, вот просто быть? Это не воля Божия. Бог хочет радоваться вместе с тобой за твои победы. Бог хочет, чтобы ты состоялся во Христе. В Боге. Кузнецов было мало по всей земле израильской. Фелиссимляне опасались, чтобы евреи сделали меч или копье. Сегодня так мало людей, которые имеют меч и копье. Потому что меч и копье – это орудие войны. Сегодня так мало кузнецов. Кто такие кузнецы? Кузнецы – это те, которые высвобождают огонь. Потому что только в огне можно переплавить. Топоры, он говорит, затачивали. И они, что они делали? Они контролировали, чтобы, фелиссимляне контролировали, чтобы израильтяне затачивали топоры. Сошники. Вилы. Что это такое? Это орудие труда. Есть орудия войны, которые были только у Саула и Анафана. Есть орудия труда, которые были у всего израильского народа. И фелиссимляне, они опасались, чтобы они не переплавили у кузнецов свои орудия труда на орудия войны. Дьявол сегодня позволит нам затачивать наши топоры, вилы, орудия труда у фелиссимлян, у этого мира. Учиться. Быть успешными в бизнесе. Быть успешными предпринимателями. Он говорит, учитесь, смотрите, сколько много сегодня всяких курсов. Платите цену, едьте, развивайте. Занимайтесь предпринимательством, пожалуйста. Фелиссимляне позволят нам быть успешными в бизнесе. Зарабатывать деньги. Сегодня много-много христиан, они идут туда. Но сегодня время войны. И он говорит, копья и мечи были только у Иоаннафана и у Саула. Все. Ни у кого не было. Сегодня посмотришь, служители. Так мало копья, так мало мечей, так мало духовной брани. Вчера мы сражались, мы забрали все. Вчера мы даже не умели работать, мы даже не слышали о бизнесе. Мы просто сражались. Мы просто молились. Мы просто постились. Мы просто по сумасшедшему жертвовали. Мы отвоевали наши дома. Мы отвоевали наши семьи. Мы отвоевали наше здоровье. Нашу свободу во Христе отвоевали. У нас ничего не было, кроме меча и копья. мы этому научились и потом мало по малу дьявол он так медленно наш фокус на работу перевел затачивайте у челюстимлян мечи свои кирпи вот вот это состояние церкви я вам точно говорю я получил это ремни мы должны найти кузнецов тех служителей, у которых горят тех служителей, у которых копья и мечи копья и мечи и окунуться в эту атмосферу вы думаете я просто так езжу на конференции столько, сколько я езжу на конференции я бы мог вообще целый год из Таиланда, наверное, не вела просто уехать туда сколько там это все жертва чтобы иметь меч и копье потому что я понимаю время я понимаю в какое время мы живем кто-то сегодня в бизнес себя откладывает головой и полностью я тебе хочу сказать во время войны твой бизнес он тебе не поможет он тебя не спасет когда проблемы в любви кто-то сеет в помазание кто-то сеет в огонь этих кузнецов ищет эти копья пытается заточить кто-то до сих пор не понял времени и всего себя полноценно вкладывает чтобы заточить свои топоры и сошники ничего не стреляет у этого мира мы учились пренебрежение те люди которые сегодня говорят о духовной брани все больше, знаешь, благодать на благодать там попроще там полегче Иисус уже все сделал за мной но уже сражаться тяжело воевать, платить цену духовную цену намного сложнее платить это всегда было сложнее дорогие 2 Тимофеев 2 глава 4 стих Никакой воин не связывает себя делами житейскими чтобы угодить в войну если ты в армии приставишь если ты в армии солдат если ты понимаешь что твое призвание больше, чем твоя работа больше, чем бизнес тебе придется угодить потому что сегодняшние солдаты сегодняшние пасты служители алтаря они сегодня связались с житейскими делами не бросили служение не бросили алтарь не бросили священнодействие они сегодня зарабатывают деньги они пошли кто-то в коллеги не пошел они там делать нечего есть люди призваны там быть кому-то там вообще делать нечего кому-то надо стоять на алтаре и высвобождать Божье присутствие ну как стадо все пойдем тараканами заниматься пойдем все тараканами заниматься будем реабилитацией все реабилитацией будем заниматься политикой пойдем все в политику Определись вообще кто ты Ты себя расшевыряешь Тебя не найти Кто это Смещенник, политик, бизнесмен Кто это Определись какую цену ты будешь платить Кто-то идет своим путем Свою цену платит Он будет награду иметь А ты свою цену-то платишь А как же жить Я не знаю как жить Но придется чем-то жертвовать Однозначно А как кормить семью Я не знаю Но придется Если ты священник Придется эту цену платить Придется расставлять приоритеты Помните он говорит В последнее время Гора Господня будет вышившись в горы И будет в последние дни Гора Дома Господня будет поставлена Во главу гор Возвыситься над всеми холмами Потекут к ней все народы И пойдут многие народы И скажут Приди и взойдем на гору Господню В дом Бога Яковлева И научит он нас своим путям И будем ходить по стезям его Ибо от Сиона выйдет закон Вон и слово Господне из Иерусалима И будет он судить народы И обличит многие племена И перекуют мечи свои на орала И копья свои на серпы Не поднимет народ на народ меча И не будут более учиться воевать В последнее время Возьмут Придут к кузнецу И перекуют Свои мечи Свои орудия войны На орудия труда И не будут больше учиться воевать И смотрите еще одно место И Аиль 3 глава Перекуйте орала ваши на мечи И серпы ваши на копья Слабый пусть говорит Ясилен Два места писания абсолютно разные В одном месте вы должны перековать орала на мечи А в том местописании мечи на орала То есть разные времена Разный подход Есть время Всему свое время И мы должны понимать в какое время мы живем Есть время когда мы мечи перекуем на орала И есть время когда мы орала Должны перековать на мечи во имя Иисуса Христа И от того, насколько ты понимаешь времена и сроки, будет успех в твоей жизни во имя Иисуса Христа. Я тебе точно хочу сказать, сегодня приходит время, когда мы должны какие-то вещи принести в жертву и перековать наш бизнес, наше предпринимательство, так как мы туда вкладываемся целиком и полностью. Нам нужно пересмотреть свое отношение и прийти к этим кузнецам, которые переплавят наши оралы на мече, ехать на какие-то курсы, на какие-то молитвенные школы, на какие-то конференции помазанников Божьих. И это цена Бога. И там Бог изменит твои характеристики. В этом огне, в этом помазании изменятся твои характеристики во имя Иисуса Христа. Субтитры создавал DimaTorzok